Какие города у нас сегодня присутствуют? Омск вижу. Вот кто-то меня не слышит. Да, я здесь. Так. Пенза, Березняки, Воронеж, Курган, Иваново, Ангарск, Алтайск, Томск, Павловский посад, часто проезжая мимо, Ростов, Орск, Татарстан, Тульская область, Буденовск, Новосибирск, Ижевск, хорошо у вас, Ноябрьск, Гатчина, Брянск, Лангепас, Башкортостан. Я видел даже еще раньше, что с нами и Луганск, и Крым. Крым был и с утра, и вот сейчас вечером тоже. Удмуртия. Вся Россия с вами пишет. Хорошо. И я с вами, соответственно. Ну что, давайте начнем. Вот, сегодня мы говорим о планировании элективных курсов для профильной школы. То есть, мы с вами посмотрим, какими пособиями вы можете воспользоваться для планирования элективных курсов, как провести, собственно говоря, это планирование и написать его. И посмотрим, как связан английский язык с другими предметами. Калининградская область с нами тоже. Хорошо. И у меня есть к вам вопрос. Сложно ли вам планировать элективные курсы? Да, кто-то пишет. Нет. Сложновато. Да. Не очень. Не очень. Да. Добрый вечер. Да. Ага. Иногда возникают трудности. Хорошо. Мы сегодня попробуем с ними справиться. Сложно ли проводить вам, собственно говоря, элективные курсы, а именно мотивировать учащихся? Некоторые сложности есть. Главное иметь дело. Да. Нет. Не очень. Нет. Да. Иногда. Порой бывает. Ага. Хорошо. Если у кого-то плохо слышно, то перезагрузите ссылку в другом браузере, либо заборосьте изображение со мной. Ага. Бывают сложности. Смотрим дальше. Если самой нравится, то и мотивировать легко. Ну, так проводите курсы, которые вам нравятся. А какие элективные курсы вы проводите? Скажите, пожалуйста. Какие элективные курсы вы проводите? По грамматике. Бизнес английский. Деловое письмо. Британия. Деловой английский. Деловой английский. Основа перевода. Страноведение США. Художество. Прямая речь. Угу. Этикет общения. Отлично. Сегодня будут те пособия, которые вам помогут готовить ваши замечательные элективные курсы. Так, это мы чуть-чуть вперед. И давайте посмотрим на нормативную базу, поскольку нормативные документы частично изменились за последние годы. Вот. И поэтому сейчас все это регулируется законом образования, статья 2.25, и в ГОСОН для старшей школы, который принят приказом номер 413 от 17.05.12. Вот вижу подготовку к ЕГЭ, это уже право, да? Это в первую очередь элективный курс. Давайте посмотрим, что же говорит нам закон об образовании. А вот что он говорит, что профиль, направленность образования – это ориентация образовательной программы на конкретные области знаний или вида деятельности, определяющие ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды учебной деятельности обучающегося и требования к результатам освоения образовательной программы. Вот. А, собственно говоря... О том, что у нас идет больше смена терминов профиль на углубленный. Но мы в дальнейшем посмотрим с вами, как это все происходит. Вот. А на данную статью есть замечательное объяснение у господина Римаренко, бывшего замминистра Министерства образования. Я хочу вам зачитать то, что он написал. Это когда можно ясно сказать, кто чего хочет от образовательной программы. Иногда даже назвать одним или несколькими словами. Так он описывает направленность профиля образования. Вот я думаю, что данный термин, данное объяснение очень хорошо подходит. То есть самое главное, чтобы профильное обучение вашей элективной курсы были нужны. Интересовали учащихся, чтобы они их выбрали. А как это сделать, мы сегодня тоже с вами посмотрим. Очень важным является распределение времени. То есть нужно это понимать, что в старшей школе вариативный курс занимает 40% учебной нагрузки. А инвариативный курс 60% учебной нагрузки. То есть 60% те предметы, план которых менять нельзя. А, собственно говоря, 40% это то, что менять уже можно. То есть получается, что на 40% нужно и рассчитывать в элективных курсах. Ну, понятное дело, что они распределяются по многим-многим предметам и учителям. В отличие от средней школы, здесь на 10% больше. Потому что в средней школе вариативный курс занимает 30% учебной нагрузки. Смотрим на определение профильного обучения. Собственно говоря, это определение, взятое из концепции, написанной в свое время БИМ Инессы Львовной. Итак, профильное обучение. Средства дифференциации, индивидуализации обучения, позволяющие за счет изменений в структуре, содержании и организации образовательного процесса более полно учитывать интересы, склонности и способности учащихся, создавать условия для обучения старшеклассников в соответствии с их профессиональными интересами и намерениями в отношении продолжения образования. Вот такое определение нам дается на профильное обучение. А элективные курсы – это обязательные для посещения курсы по выбору учащихся, входящие в состав профиля обучения на старшей ступени школы. То есть мы с вами понимаем, что все это взаимосвязано. Давайте посмотрим, какие же функции элективных курсов функции элективных курсов носят. Компенсируют проблемы в базовом образовании, то есть недостаток, нехватка времени на получение дополнительных знаний. Готовят КИГЭ, поскольку первый элективный курс, который, собственно говоря, с удовольствием ставят в учебный план, это именно подготовка к ЕГЭ. Является продолжением профориентационной работы. Вообще профориентационная работа сейчас занимает очень важное место. Образование об этом очень много говорят, на это выделяют время. Ребята ходят и в профильные организации, то есть это могут быть как институты, так и заводы, и любые другие предприятия. То есть профориентации сейчас очень серьезно занимаются, и поэтому тоже есть что предложить, чтобы занять время, тем не менее, английским. С профориентационной направленностью. Помогают приобретать умения для решения практических задач, которые связаны с успешным продвижением на рынке труда. Ну, это вообще очень важный момент, поскольку самое главное, к чему мы готовим, это к взрослой жизни. А взрослая жизнь, конечно же, это успешная карьера, работа, семья и все остальное. Ну вот к карьере, к работе, конечно же, должны и готовить элективные курсы. Является поддержка изучения общеобразовательных предметов на продвинутом уровне. Но это как раз больше относится к смещению терминов от профильного к углубленному. Интегрируют все полученные знания в единую целостную картину мира. Сколько учащихся должны посещать элективные курсы? Это может быть до... Чаще всего получается, что это смешанная группа, допустим, из двух классов, там какая-то определенная часть. Но я думаю, что максимально 25 человек в группе. Это уже по оплате зависит. Ну, либо 30, если есть на это дополнительное распоряжение. Должны удовлетворить интересы учащихся. Ну, это в первую очередь, поскольку если они удовлетворяют интересы учащихся, то, собственно говоря, последние их и не выберут. Давайте посмотрим, как это происходит на практике. А минимум? Минимум, значит, сколько минимальное количество учащихся. Значит, это из практики, я думаю, что это назначается директором школы. То есть, если он считает, что минимум 10 человек, то будет 10. Если 6, значит 6. Значит, компенсируют... В базовом образовании. И вот, пожалуйста, пример из English for Science, пособия для элективных курсов, где у нас говорится о методах дедукции и индукции, как методах исследования, что же является очень важным в обучении как методы исследования. Также в English for Science заложена профориентационная работа. Пожалуйста, здесь мы с вами говорим о методах предоставления своих результатов анализов, исследований различных, то есть, что это может быть и диаграмма, и иллюстрации, и еще много-много всяких способов предоставления результатов своего исследования, что очень важно в огромном количестве профессий. Интегрируют все полученные знания в единую целостную картину мира. Ну и вот, я решил вам предложить такой пример. Это пособие Санкт-Петербург для элективных курсов. Здесь идет связь у нас с историей, с МХК, и мы обо всем этом говорим на английском языке, то есть, соответственно, обобщаем все знания в единое целое, то есть, связь английского языка, история, МХК, и, в принципе, даже и русского языка в какой-то степени. Готовят к ЕГЭ. Ну, для этого у нас существует, как минимум, пособие «Москва». Помимо ЕГЭ типичные ошибки, как их избежать. Собственно говоря, большинство заданий в этом пособии написано в формате ЕГЭ, поэтому, выполняя интересные задания, вы еще и... ...соответственно, готовитесь к ЕГЭ. Более интересной такой форме. Ну, опять-таки, еще много-много функций, о которых мы дальше поговорим, данное пособие в себе несет. Ну, и, конечно же, как и говорил, поскольку в первую очередь элективные курсы — это курсы по ОГЭ и ЕГЭ, то, пожалуйста, можно взять и практику по английскому языку за основу ОГЭ-2015. Причем, прошу обратить внимание, некоторые изменения произошли в минимальных формулировках, и еще немножко в нумерации — это то, что она стала сквозной. Вот. И что очень важно... Так, нет, чуть-чуть себе. Значит, что важно, что в первую очередь в данном пособии не тесты, которых огромное количество на сайте FIPI, а как работать с текстом, как выполнять задания. ...объяснение одним из разработчиков данного формата экзамена, это Трубанева Наталья Николаевна, о том, как, собственно говоря, работать с данной информацией, да, с данным форматом экзамена. И, кстати, хотелось бы проанонсировать, у нас сейчас идет конкурс с 10 лучших вопросов про ОГЭ на портале EnglishTeachers.ru. На 10 лучших вопросов ответит Наталья Николаевна Трубанева. Вот, поэтому прошу принимать участие и писать ей вопросы. На самые лучшие она ответит. Также, если мы говорим о конкурсах, то сейчас проходят и «Золотые уроки России» 2014 на главной странице. Пожалуйста, можно ознакомиться. Первый приз, как всегда, денежный и очень-очень интересный. Хорошо, давайте посмотрим дальше. ЕГЭ – типичные ошибки. Как избежать? Да, опять-таки, показываю именно те страницы, на которых рассказывается о том, как правильно именно избежать этих ошибок, а не просто выполнить задание, какой-то там заковыристый тест. Конечно же, элективные курсы готовят к профессиональной деятельности. И «Business English for School» – я видел, что вы очень много писали, что вы проводите именно деловой английский. Именно на это и работает. Например, в каких ситуациях стоит общаться с коллегами либо друзьями. То есть, в каких случаях нужно выбрать электронное сообщение, в каких-то через почту послать открытку, либо позвонить, либо написать в социальную сеть. Обо всем этом как раз и говорит, например, по сути. «Business English for School» – такие универсальные навыки для профессиональной деятельности. Ага. «Business English» отсутствует в продаже. Будут ли его еще выпускать? Как раз об этом мы с вами поговорим 26 ноября на вебинаре. «Business English» теперь будет выпускаться в электронном виде. В нем есть ряд изменений, поэтому регистрируйтесь, будет очень интересно. Да, он выпускаться, соответственно, будет. Углубляют знания по предмету. И, как ни странно, даже в ОМК, например, «Enjoy English» для 10 класса – все это есть. Это приложение номер один, которое, собственно говоря, мы чаще всего на уроках не успеваем пройти. А вот в формате для элективных курсов вы можете совершенно замечательно прописать себе в программу, чтобы проходить вот эти приложения и их проводить. В данном случае на примере показана связь математики с английским языком. То есть идет такое углубление в познании по математике, но на английском языке. То есть очень интересно. Я когда-то пробовал проводить, ребятам нравится. Значит, углубляют знания по предмету. Опять-таки, в 11 классе экономическая география налицо. То есть когда в 10 классе они заканчивают, собственно говоря, обучение по географии и экономике, если у кого есть, то вот в 11 классе можно снова освежить свою память на английском языке, вспомнить данный предмет и те понятия, которые в нем обсуждаются. По поводу перечня я могу ответить, но только в конце. Итак, профиль обучения. Странный язык входит в филологический профиль, естественно, научный профиль, математический профиль, гуманитарно-социальный и так далее. И все это не просто так. Поскольку мы на английском языке говорим не о самом английском языке, как о науке, а о каких-то понятиях на английском языке, поэтому иностранный язык входит в практически все профили, какие только можно придумать в школе. И, собственно говоря, это облегчает нашу работу, нам легче. Допустим, если у вас в школе в 10 классе выбрали один математический профиль, а другой, естественно, научный, то всегда для наших с вами элективных курсов найдется место. Собственно говоря, происходит, как я говорил, от термина профильный в сторону термина углубленный. Почему это происходит, это сложный вопрос, но, тем не менее, если еще, как я показывал, в законе об образовании термин профильное обучение присутствует, направленное, то уже во ВГОС мы говорим о базовом и углубленном изучении предметов с использованием элективных курсов. Но, опять-таки, на саму суть проведения элективных курсов это не влияет. Как я говорил, предмет иностранный язык не имеет своего предмета и речи. То есть, если бы мы изучали в школе языкознания, тогда предмет речи был бы, поскольку языкознание – это наука. Английский язык – это способ выражения своего рода мыслей на иностранном языке о каких-то различных явлениях и понятиях. Углубленное изучение. Если мы говорим в формате... То, пожалуйста, можно брать English for Science. Универсальный юнит, что такое наука и научный метод. Дается понятие о том, как правильно строить свою презентацию, свое исследование в данном случае. И, собственно говоря, мы с вами, пожалуйста, снова с элективным курсом в 10-11 классах, даже на математическом или на естественно-научном профиле. Углубленное изучение также, вот, пособие Москва совершенно легко связывается с МХК и литературой. Также, поскольку элективные курсы носят в себе мотивацию, здесь есть такой раздел, нужно ли вам... ...где мы обсуждаем вопросы того, а нужно ли нам высшее образование. И когда, хоть у нас обычно учащиеся часто говорят, что и не нужно высшее образование, вот, поскольку оно не приносит нужного дохода, но, тем не менее, когда сталкиваются с этим вопросом наглядно, то уже приходят к совершенно другим выводам. Также углубленное изучение можно проводить и с пособием «Санкт-Петербург», где обсуждаются, например, вопросы толерантности, да, толерантности к инвалидам, к людям, не похожим на нас. Вот, вопросы – это очень важно и очень интересно и замечательно, что они обсуждены в данном пособии. «Visus English for Schools», конечно же, подходит вообще ко всем профилям. Вот, замечательный вопрос. Какое пособие лучше использовать для социально-экономического профиля? Ну, в первую очередь, «Visus English for Schools», также это может быть и «English for Science», и пособие «Москва», и пособие «Петербург», конечно же. Вот. Итак, «Visus English for Schools». В данном пособии задание очень похоже на задание из ЕГЭ. Нужно соединить картинки с названиями корпораций, которые этим занимаются, и потом также соединить это все с текстами, к которым они это относятся. Плюс даются глоссарий делового английского, да, что такое «нефть», как это называется, и еще некоторые понятия. То есть, соответственно, его можно вводить практически в любой курс. Итак, давайте посмотрим межпредметные связи, чтобы, собственно говоря, ответить на тот вопрос, который прозвучал в чате. Английский язык связан с алгеброй, геометрией, да, математический профиль, с физикой, химией, биологией, географией, истории, МХК и экономикой. А вот с какими еще предметами, это так я вот быстро, собственно говоря, в свое время, думаю, написал, а вот утром уже пошло то, что понятно, что еще много предметов, с которыми английский язык связан. Напишите, пожалуйста, какими. Литература, да, согласен, ИЗО. Так, ОБЖ. Так, музыка, русский, конечно же, филологический профиль. Музыка, русский язык, география. Географию писал, историю тоже. Общество знаний, абсолютно согласен. Информатика, технология. Практически все, да, об этом мы как раз сегодня говорим. Физика. Ага, вот да, я ее не отметил. Так, экономика. Все предметы в этом прелесть английского языка. Да, да, все абсолютно верно. Искусство. Ну, искусство входит в МХК. Психология, согласен, как раз вопрос толерантности психологию затрагивает. Ага, право. Право тоже. И экономика. Хорошо, давайте посмотрим на примерах, как все это происходит в жизни, поскольку межпредметные связи нужно прописывать в рабочей программе планирования элективного курса. То давайте посмотрим. И вот я расписал, собственно говоря, одну из страниц пособия Москва. Пожалуйста, у нас первое, четвертое задание, это задание формата ЕГЭ, соответственно, готовят к ЕГЭ. Второе, можно легко увидеть, что это связь с историей. И пятое же задание, еще и профориентация тоже будет заложена. Почему оно так? Ну, пожалуйста, история. Здесь обсуждаются вопросы событий в Бородино. Соответственно, связь с историей есть, возможно, даже какая-то дополнительная информация тут же будет ребятами получена, если они, допустим, плохо изучали этот вопрос на истории. Профориентация. Пятое упражнение. Дается информация о, опять-таки, событиях, произошедших в Бородино. Вот, и учащиеся, если хорошо это выучили, дополнительно подготовились, заинтересовались, смогут совершенно спокойно проводить экскурсии уже, собственно говоря, на местности для иностранцев, то есть, работать гидами-переводчиками после 11 класса. Так, подскажите, какие... ...порекомендовали для курса журналистики в школе? Ну, конечно же, я бы порекомендовал, и об этом мы, кстати, тоже сегодня говорим, взять смесь нескольких пособий, то есть, например, English for Science, да, то есть, какого, для того, чтобы правильно проводить журналистские расследования, что-то очень интересное. Business English, конечно же, чтобы понимать, какой лексикой нужно владеть для того, чтобы писать о экономических и политических событиях. И Москву с Санкт-Петербургом, поскольку они модульные, вы можете брать их модулями для того, чтобы иметь страноведческий запас. Так, вот вижу, Ирина Егоровна пишет вопрос, задайте мне его в конце вебинара, я отвечу. Он немножко не по теме, но я готов на него ответить. Хорошо, давайте посмотрим дальше. Вот, собственно говоря, про журналистику. Give a presentation раздел называется, то есть, нужно, собственно говоря, изучить материал, да, и научиться правильно презентовать свой материал. Да, то есть, ну вот, допустим, если большинство из нас вот это изучило в школе, я думаю, очень многих бы проблем в дальнейшем бы не возникало. Вот, а тем более, если мы говорим о журналистах, которые очень часто нужно именно... Давайте, если это телерадио-журналистика, то, пожалуйста, здесь все это рассказано, все это можно изучить и использовать в жизни. English for Science. И, опять-таки, если мы говорим, вот меня вопрос заинтересовал про журналистику и вообще о связи с предметами, поскольку журналист должен знать все. Поэтому вот в данном случае идет связь с химией, да, это, естественно, научный профиль. Пожалуйста, здесь говорится о влиянии пыли на нас, на окружающую среду. Показаны ряд исследований, вот, с примерами. Все это можно изучить с помощью English for Science. Также в English for Science есть раздел, посвященный биологии. Вот, собственно говоря, он, где дается понятие, как называется... Как называется печень, лива, и желудок, и все остальное. Что очень удобно, допустим, можно замотивировать учащихся. Во-первых, очень многие выбирают медицинское направление в дальнейшую... Как дальнейшую профессию. Также очень многим нравится сериал на английском языке про врачебное дело. Собственно говоря, изучив данное пособие, им будет намного проще понимать лексику, о которой идет речь. Также в English for Science есть связь с астрономией. Замечательный предмет, введенный теперь в курс физики. Вот, можно посмотреть. И опять-таки, поскольку раньше на него выделялся целый час в неделю, теперь он просто находится, как я говорю, в курсе физики. Можно более подробно изучить. Если там явно будут изучаться больше явлений, то здесь мы можем, например, как здесь, поговорить о знаменитых исследователях по астрономии. Собственно говоря, углубиться в предмет и заинтересовать даже тех, кто не сильно интересовался данным предметом. Также, конечно же, не стоит забывать, что элективные курсы у нас есть и по ОГЭ, и по ЕГЭ, и мы их обязаны проводить. И, пожалуйста, как основа ОГЭ-2015, практику по английскому языку, как работать с текстом. Именно специально брал такие примеры для того, чтобы показать, собственно говоря, что если мы говорим ОГЭ и ЕГЭ, можно решать тесты, а именно понять, как правильно их выполнять, научиться стратегиям их выполнения. Спрашиваю, где утверждаете программу? Программу утверждает директор через заоч. То есть вы сдаете заоч в программу, потом она идет к директору. Ну, либо, как правильно пишут коллеги, на методическом объединении. Вот, все это прописано в школе, в уставе, как они утверждаются. Это школьными нормативными актами решается. И до этого достаточно. Автор данного практика Трубанева Наталья Николаевна, один из 40-заработчиков экзамена ОГЭ, уже много-много лет. ЕГЭ, типичные ошибки в ЕГЭ, и как их избежать? Собственно говоря, опять-таки, показываем пример тот, где показаны именно стратегии правильного выполнения данного задания. Опять-таки, можно брать за основу. Все остальные тесты, там их пять уже сразу заложено. Первый тест разобран, как стратегия выполнения заданий. Все остальные тесты можно, опять-таки, брать из раздела FIPI соответствующего, и прописывать это в программе для элективного курса. Получится очень такая полноценная программа. Конечно же, отдельно стоит проговорить про профориентационную работу при помощи элективных курсов. То есть, поскольку на это выделяются даже отдельные часы, а терять их не хочется. Очень часто у нас происходит то, что на нас часов не хватает. Вы можете сказать, пожалуйста, я проведу все это, но только на английском. Либо вот меня часто спрашивали в конце года, просили написать, вот какую профориентационную работу вы вели в течение года, ну, на основных уроках. Пожалуйста, все это есть как в УМК, так и в данном пособии, например, где вот в данном случае речь идет о правильном рукопожатии, что тоже немаловажно в деловой среде и вообще при приеме на работу как основной фактор. Дальше. Так, нет, секунду. Следующий пример нам говорит о том, как правильно начать общение при приеме на работу. Здесь также даются определения основных наших хедлайнеров, основных компаний. Что же важно, поскольку это надо знать, чтобы быть разносторонним и образованным человеком в современной экономической среде. Также профориентационная работа может проводиться при помощи других коллективных курсов, например, English for Science, где показано вот в данном случае Scientific Routine, Research Plan, то есть план исследования, да, исследование вообще-то то, чем пытаются сейчас немножко заниматься в школе, учить правильно исследовать. Нам намного проще, у нас есть такое пособие, мы можем показать, как это все делается на нем, если это класс помладше, то просто упростить немножко лексику и, собственно говоря, попробовать что-то выполнить. Насколько я знаю, там задания такие есть. Вот, пожалуйста, опять-таки, да, и причем план исследования показан с точки зрения презентации и различных остальных, то есть исследователя презентации этого дела и так далее. Есть ли что in English for Science по теме путешествия и организации путешествий? Для этого как раз вот я показываю, и существует пособие Москва и Санкт-Петербург. В данном случае показан измайловский ансабль, да, верни, Саш, в котором даже есть свой дворец-бракосочетание. Вот, и в чем же заключается, если говорить о профориентации, то это информация для гидов-переводчиков, то есть после 11 класса, если они немножко вспомнят, немножко возьмут информацию в интернете. Совершенно замечательно. Так, пособие для элективов обязательно должно быть рекомендовано Министерством образования. Не могу ответить на данный вопрос, как-то не обращал на это сильно внимания. Но вот когда-то давно для кружка в доп. образовании я разрабатывал вообще свою программу, и никаких проблем не было. Профориентационная работа при помощи элективных курсов. Опять-таки, в МК Enjoy English для 10 класса, да и в других МК. Но в данном случае мы говорим, что есть аппендикс в 10 классе. Вы его можете посмотреть, собственно говоря, в своих учебниках. И здесь речь идет о углублении в биологии. То есть можно взять English for Science, если где-то... Это или нужно дополнение, пожалуйста, можно взять вот этот аппендикс. Также в 11 классе у нас уже экономическая география идет в дело. А, здесь, да, экономическая география. А здесь вообще чисто экономические вопросы прорабатываются. Значит, вот вопрос интересный. Большое внимание на элективах уделяем проектной деятельности. Работаем с одаренными учащимисями. Конечно же, а проектная деятельность заложена в любое пособие для элективных... То, о которых я сегодня вам рассказываю. Итак, теперь мы подошли к вопросу того, как же, собственно говоря, написать программу для элективного курса. Что туда обязательно должно входить? Итак, в первую очередь, конечно же, должен быть титульный лист. После титульного листа у нас, так же, как и в рабочей программе, идет пояснительная записка. Потом идет учебно-тематический план, содержание изучаемого курса и методические рекомендации. Ну и в конце, конечно же, должна быть литература для учителей, для учащихся. Причем методические рекомендации должны быть написаны в формате, что если бы другие учителя захотели бы провести данный курс, то они могли бы понять вашу авторскую задумку. Давайте посмотрим на примерах, как это происходит, а точнее поподробнее. Итак, пояснительная записка должна в себя включать. Обосновать необходимость введения данного курса, указать место и роль данного курса в профильном обучении. Конечно же, должны быть прописаны межпредметные связи, универсальные учебные действия. Ну, межпредметные связи мы с вами сегодня посмотрели. Прописывать по английскому языку их легко. Должны быть поставлены цели и задачи. Должны быть прописаны функции, сроки реализации программы, методы обучения, то есть метод проектов, исследовательские, формы обучения, индивидуальное обучение, групповое, режим занятий, предполагаемые результаты, конечно же, инструментарий для оценивания результатов обучения, например, тест. Давайте посмотрим дальше, как это все происходит. Итак, для того, чтобы... ...записку очень удобно брать введение, либо, собственно говоря, пояснительные записки в самих коллективных курсах. Поэтому я вам показал, показываю пример, да, в пособии Санкт-Петербург такая пояснительная записка есть. Вы можете ее использовать при написании своей пояснительной записки, где прописаны и цели, и задачи, и методические принципы курса. А принципы обязательно, ну, если у вас их не требуют, то в принципе нет, но в целом их не так сложно написать. Например, принципы коммуникативные, да, можно прописать, и это будет говорить уже практически обо всем. Значит, презентацию можно будет скачать завтра на сайте EnglishTeachers.ru. Пояснительная записка. Тоже присутствует у нас в пояснительной записке к пособию Санкт-Петербург тематическое планирование, по которому очень легко написать свое собственное. Сейчас покрупнее покажу, и сами все поймете. То есть у нас идет и название темы, и разделение по видам речевой деятельности, да, и какие вопросы обсуждаются. То есть, собственно говоря, вся картина сразу перед вами. Так. А, вот пишет вопрос. Коллективные способы обучения. Про это мы говорили, если я правильно понял вопрос, на вебинаре обучение в больших группах видеозаписи есть на EnglishTeachers.ru. Пример планирования. Да, вот идет у нас, дальше я показал вам пример титульного листа. Он практически такой же, как и на... То есть сверху идет название образовательного учреждения, дальше кем утверждается. Собственно говоря, об этом говорили, утверждается это все директором чаще всего, именно на подпись. Дальше идет название, да, в данном случае программа элективного курса по английскому языку, деловой английский для школы, для каких классов это все, и кто составитель, ну и, конечно же, год написания. Также вот показана, какая может быть пояснительная записка, да, элективный курс деловой английский. Структура курса организации. Структура курса. 70 учебных часов из 14 тематических разделов, по 5 уроков каждый день, ну и каждую неделю. Ну это как пример все представлено. Опять-таки методические принципы. Интеграция основных речевых умений и навыков, почему бы и нет, последовательное развитие основных речевых умений и навыков, коммуникативное направленное задание, контекстуальное введение лексики и так далее. То есть это все прописывается достаточно легко и несложно. Ну и, конечно же, как производится контроль результатов обучения. Вот здесь пишется, что, например, это может быть Teacher Evaluation Card, а для самого контроля Student Evaluation Card. То есть, в принципе, ничего сложного при написании программы для элективного курса рабочей не происходит. Собственно говоря, тематическое планирование. Здесь все легко. Номер занятия, да, либо темы в данном случае, количество числов по практике, количество самостоятельных и формы контроля. Возможно, вас попросят написать, собственно говоря, по каждому. Ну, это, значит, вы берете это как тематический план, такую форму, и просто расписываете все то же самое по каждому уроку. Собственно говоря, на этом вся та основная информация, которую я темно рассказал. Сейчас я готов ответить на любые вопросы, которые вы мне задавали. Да, конечно же, нужно задавать список литературы, чтобы было понятно, на чем вы основывались, когда писали свою рабочую программу. И вот так же, чтобы вам было понятно, на чем основывался я, я вам представил свой список использованной литературы. Ну и, например, вот это тематическое планирование, да, все примеры по написанию рабочей программы можно посмотреть и скачать статью Алексея Васильевича Конобеева в архиве. Так, а будут ли сертификаты прохождения вебинаров? Да, они будут в конце. Спасибо. А что посоветуете в средней школе в началке? Ну, есть замечательные пособия Клары Саком и Кауфман, глубокие корни, есть пособия Урал, ну, еще множество различных пособий. Так, значит, в тематическом планировании нужно ли указывать упражнения по урокам? Нет, таких требований нету, если только они у вас не прописаны в каких-то рекомендациях в школе. Ага, где можно скачать видео и ссылки на вебинар. В разделе, значит, в одноименном. И на портале english-titch.ru, то есть вы увидите сначала издательство, титул, потом семинары и вебинары, и там все это будет выложено. Так. Значит, лишний писанин отрывает много времени. Ну, тут, благо, писанина, собственно говоря, если выражаясь так, много нету, поскольку вы написали свою рабочую программу и дальше совершенно спокойно работаете. Вот. Еще вопросы? Я видел, было очень много вопросов по ходу. Так. Можно ли написать программу для низких? Конечно, можно писать сразу и для десятых, одиннадцатых, если это факультатив, то и седьмой, восьмой, и седьмой, девятый. В этом нет никаких проблем. Проблем. Так. Так. Да, вот Алена... ...дает ссылку на то, куда можно писать предложение по вебинарам. Мы открыли такую тему. Так. Ну, еще какие-нибудь вопросы с удовольствием отвечу. А, так, по урочной разработке Биолеты шестой класс? Нет, пока не планируется. В принципе, у вас для этого есть книга для учителя, где расписан каждый урок. Угу. Значит, пособие покупает учитель. Да, вы можете предложить купить пособие ученикам, но если они этого не хотят, то придется, конечно, их серкопировать. Так, характеристика учебных действий. Нет, не нужно писать характеристику в тематическом планировании учебных действий. Просто прописывайте, какие УД, в принципе, будут развиваться в пояснительной записке. Ага, так. Значит, как обстоят дела с учебниками? Сейчас все идет процесс, во-первых, формирования нового федерального перечня в связи с выходом, с подготовкой перехода к электронным учебникам. А также у нас все дело находится в суде. Так. Вот, собственно говоря, такие новости. Ну, вот, собственно говоря, про перечень. Готовимся к входу в новый перечень, да, который, скорее всего, будет с января формироваться. Электронные учебники у нас готовы. Если бы... Так. Значит, вебинар можно будет посмотреть, как я говорил, в разделе на englishteachers.ru, в разделе «Издательство титул», ниже «Вебинары и семинары». Вот, это все можно будет скачать и посмотреть. Значит, Людмила Максимовна, не знаю, как ответить на ваш вопрос, не имею такой информации. Так. Так. Ага. Значит, про устную часть ЕГЭ мы говорили на вебинаре в апреле. Алексея Васильевича, я тоже говорил, вот, сейчас можно посмотреть его, посмотреть на ряд изменений, которые они ввели с сентября, поскольку это был проект, вот, и поэтому совершенно спокойно узнать информацию. Так, вот, Алексей Васильевич добавляет, новый порядок формирования федерального перечня, прошло общественное обсуждение в августе, он готовится к принятию, то есть, соответственно, мы будем подавать на новый федеральный перечень. Значит, по устной части ЕГЭ можно воспользоваться новыми электронными приложениями к EnjoyEnglish. Вот, там эти задания есть. Вот, хорошо, раз, собственно говоря, вопросов нету, то поэтому мы выкладываем ссылку, я еще на пару вопросов вижу, отвечу. Ссылка для скачивания, собственно говоря, сертификата. Значит, кому обратиться с предложением опубликовать свой учебник для электронного курса, напишите, пожалуйста, на почту Алексея Васильевича Конобеева. А вот, собственно говоря, Алексей Васильевич выложил адрес своей электронной почты. Хорошо. Так. А, элективный курс. В 7-8 классах проводятся не элективные курсы, а факультативные занятия. Для этого также используются пособия, вы можете познакомиться с ними в нашем интернет-магазине.